Поликлиника номер 13 железнодорожного района Самары произвела не самые лучшие впечатления не только на посетителей, но и на Николая Меркушкина. Учреждение разбросано по 17 зданиям, в большинстве случаев это первые этажи жилых домов. Врачи, специалисты по узким направлениям работают, но пациенты об этом порой даже не знают. Все морально устарело, стандарты из прошлого века. Паралки пропускают? Сертифицированный пластик, пока пропускают. В каком же году делаешь? В 2007-е. Действительно, двери меняли, а перегородки вот эти были установлены. Поликлиника действительно больное место в железнодорожном районе, но выход есть. Все отделения могут переехать в одно здание, которое будет оборудовано по самым современным стандартам. Помещение будет предоставлено на основе государственного частного партнерства. Вот Николай Иванович, наша красота, наш творец, о котором мы все-таки долго мечтали. Дом у нас постройки 68-го года. Дом у нас не панельный, а блочный, то есть межпанельных швов очень много. И потеря большая была тепла. А это уже дом по адресу Мяги-6. Дворцом жители называют стандартную хрущевку после капитального ремонта. Это раньше здесь была большая потеря тепла. Теперь, по словам жителей, дом, построенный 48 лет назад, получил вторую жизнь. А вот качество ремонта при домовых въездах вызывает множество нареканий. Нарушена технология укладки асфальта, уже появились трещины. Что же касается бордюрного камня, то он уже почти развалился. Николай Меркушкин поручил уже на следующий день подготовить документы по подрядной организации, чтобы привлечь учредителей к ответственности. Сегодня в Самаре настало время массового строительства. Город будут приводить к стандартам европейской столицы. Об этом речь шла на встрече Николая Меркушкина с жителями железнодорожного и советского районов. Сегодня у региона есть шанс провести как можно больше представителей федеральные органы власти, а значит и получить весомую поддержку из центра, в том числе и финансовую. Для жителей города сегодня важно проявить сплоченность и подтвердить свою гражданскую позицию на выборах 18 сентября. Здесь в советское время были созданы такие мощности, и такая была элита продвинутая, что если все это направить на созидательное русло, если мы будем одной командой по-настоящему, то у нас может команда получиться очень и очень сильной и эффективной, и мы можем на самом деле очень много сделать. Но это зависит от каждого из вас. Поэтому... На встрече присутствовала Марина Седухина. Она обсудила с Николаем Меркушкиным вопросы, которые получила в наказ избирателей. Прекрасно видим, что сейчас идут большими активными темпами строительства автомагистралей, но вместе с тем состояние внутриквартальных дорог, конечно, желает оставлять лучшего. Поэтому мы вот с жителем здесь подготовили к вам обращение. Если будет такая у вас возможность, окажите, пожалуйста, нам содействие по ремонту внутриквартальных дорог. Адреса мы подготовили. Соберите всю информацию, всю, и потом возьмете вы на контроль, мы шаг за шагом все это будем делать. Это была, пожалуй, самая масштабная встреча. В зале больше двух тысяч человек. Таковы возможности нового спорткомплекса «Молодежный». Долгое время подобных объектов не строилось. Но за последние годы в городе и области появились десятки стадионов, бассейнов и ледовых дворцов. Жители это видят и ценят. Низкий поклон за то, что сейчас у нас преобразуется в Самаре. Очень хорошие парки стали, зоны отдыха. Спасибо вам за отремонтированные набережки. Низкий вам поклон за ваш труд. Набережную еще продолжены монтировать. А программа «Максимум» – возродить возможности региона. Промышленного центра России, которому по силам решить любые задачи. Олег Зверев, Максим Гусев. События.